Девушки отдыхают В эфире телеканала Алматы ток-шоу «Женский мотив» и мы его ведущие Диля Мухаммеджанова и очаровательная Айжан Нурмагомбетова. Говорят, что сила женщины в ее слабости, но сегодня мы поговорим о таких испытаниях судьбы, которые порой не под силу даже самому отважному и стойкому мужчине. Тема нашей программы «Сильная женщина» и давайте встретим нашу героиню, которая доказала, что никакие невзгоды и ограничения не способны сломить ее дух. Лязат Калтаева, глава общественного объединения Ассоциация женщин-инвалидов «Шрак» и также депутат городского маслехата. Здравствуйте. Здравствуйте, Лязат. Благодарим, что вы сегодня пришли в нашу студию. И, конечно, мы не могли не сделать о вас видеоматериал. Давайте сейчас для наших уважаемых экспертов и гостей посмотрим, что вы нам рассказали, как проходит ваш день. 20 лет назад Лязат Калтаева не могла и представить, что люди с инвалидностью, а в частности, она сама, когда-нибудь смогут жить полноценной активной жизнью, беспрепятственно передвигаться по городу, ходить на учебу или работу, посещать театры. Мир большинства таких людей ограничивается стенами родного дома. Но Лязат Калтаева решила разрушить стереотипы и доказала, что инвалидность ни в коем случае не ограничивает возможности людей. Сегодня она депутат городского Маслехата и уже с высокой трибуны добивается равных прав и возможностей для всех. Никогда не думала, что я сильная, пока, наверное, не поняла, что от меня люди ждут каких-то решений. Это были 90-е годы. После развала Союза люди с такой инвалидностью, как у меня, на колясках, они вообще остались все очень изолированные по домам. То есть до этого была возможность выезжать в какие-то санатории, в реабилитационные центры, где люди не просто лечились, и даже не столько лечились, сколько общались. Теряются связи, теряются отношения, появляется страшная изоляция. Когда вот мы оказались в такой ситуации, ну, вот мне было тогда, ну, немного там, за 20, наверное, мне казалось, что это совершенно невозможно, как так можно жить? И когда мы просто собирались, молодые в то время девушки с инвалидностью, парни с инвалидностью, кому-то нужно было взять на себя роль организатора. И я вдруг поняла, что это нужно сделать, допустим, мне в том числе. Мы всегда говорим о жизни без барьера. Вот ступени барьеры, отсутствие лифтов – это барьеры. Ну, самый большой барьер выстраивается в головах людей. Вот когда у человека есть представление, что этот человек не может работать, не может иметь семью, не может учиться, не может путешествовать и так далее, то, соответственно, появляются ступени. Зачем ему в этот спортзал, зачем ему в эту библиотеку, зачем ему нужно, допустим, на городской автобус для путешествия, допустим, для обзора на экскурсии? Вот так выстраиваются барьеры. Поэтому я думаю, что в первую очередь нужно бороться со стереотипами, предубеждениями и мифами, которые существуют в отношении инвалидности, особенно женской. Человек с инвалидностью – это человек с обычными желаниями и с теми же абсолютно правами, как все остальные люди. Поэтому для него не нужно каких-то дополнительных прав, но нужно выровнять возможности. Я каждое утро просыпаюсь с полным ощущением счастья. Я считаю, что я совершенно счастливый человек, я радуюсь жизни, у меня есть любимая работа. Сейчас у меня появились новые обязанности, и я радуюсь, что я могу что-то сделать для людей больше, чем у меня получалось. У меня есть замечательная семья, у меня есть дом, у меня есть две собаки. Я вожу машину, я путешествую, я говорю мне для того, чтобы похвастаться, для того, чтобы показать, что это обычная нормальная жизнь. И такая жизнь не требует от людей восхищения. Я не герой. Ну, посмотрите, вот у меня такая же подруга моего возраста. Она делает то же самое, никто не называет ее героиней. Это нормально, это обычная жизнь. Именно так должны жить люди с инвалидностью. Лизат, вы такие хорошие вещи рассказали нам на камеру. Но вот мне кажется, напрашивается вопрос, а вы долго шли к этому? Или это вот ощущение уверенности, ощущение счастья было всегда? Не всегда. Были периоды в моей жизни, например, когда я была подростком, когда я категорически не нравилась сама себе. Только сейчас я понимаю, что любой подросток в какой-то период переживает то же самое. Тогда мне казалось, что все связано только с инвалидностью. Когда-то что-то не получалось, мне казалось, что все связано только с инвалидностью. Однажды, когда я встретила человека с гораздо более сложной ситуацией в плане инвалидности по отношению ко мне, я увидела, какие у него мысли, самоощущения, чувство собственного достоинства, планы, работа. Тогда я поняла, что надо просто радоваться, надо радоваться тому, что у тебя есть. Надо использовать все, все те возможности, которые у тебя есть, и в принципе, наверное, не зацикливаться. Потому что, если мы говорим сейчас о женских вопросах, то очень часто женщины с инвалидностью говорят, у меня нет семьи, потому что у меня инвалидность. То есть это какая-то отговорка получается. Хороший такой момент прозвучал, мне он очень понравился. Все эти барьеры у нас в голове. Вы знаете, к сожалению, не все, но барьеры, которые выглядят в виде ступеней, отсутствие лифтов, допустим, отсутствие сурдоперевода для слабослышащих, они появляются в результате барьеров в голове. Потому что, вот посмотрите, я скажу одну вещь. Человек в своей семье очень часто сталкивается с тем, что семья говорит, или любящие родные люди, не сдавайся, ты обязательно станешь здоровым. Не ходишь, встанешь на ноги, не видишь, прозреешь, не слышишь, услышишь. И мы должны быть с этим бороться. Что чувствует человек в ответ? Я не устраиваю свою семью такой, какой я есть. Но очень часто инвалидность, к сожалению, это вещь, с которой уже невозможно бороться. Нужно ее принимать. И в таких случаях, когда человек слышит, что он не устраивает свою семью таким, какой он есть, а с инвалидностью ничего не сделаешь, он перестает ожидать от своей жизни что-нибудь. Тогда он считает, что я недостоин этой обычной нормальной жизни. Мне хотелось бы все-таки к нашим экспертам обратиться. Это все мы знакомы с теми проблемами, которые уже неоднократно Лязад озвучивала. И это опять-таки те же самые пандусы, отсутствие сурдоперевода. В общем, здесь перечислять, конечно, очень много можно. Это и отсутствие трудоустройства. Но я хотела бы обратиться к Наталье. Вы тоже состоите уже много лет в обществе глухих, работаете с ними. А почему возникает вот этот барьер? Значит, и семьи уже действительно тоже идет. Вот это вот какое-то, ну скажем, ущемление прав. Ты не такой, как остальные дети. Зачастую я хочу сказать, что родители, у которых дети рождаются с инвалидностью по слуху, они, во-первых, сначала не знают вообще, что с ними делать, с этими детьми. И очень часто у нас бывают такие ситуации, когда дети просто вообще даже в школу не ходят, потому что родители даже не знают, куда этого ребенка отдать. И когда ребенок уже приходит в школу, извините, когда ребенку уже восемь, извините, или девять лет, ну, конечно, школа дает какое-то образование. Но, вы знаете, тут две проблемы. Родители слышащие, которые имеют слух, у которых нет проблем, они считают, что ребенок их должен говорить. Но они не могут понять, что ребенок, у которого отсутствует слух, я говорю сейчас пока о глухих людях, ну, слух не вернется, естественно. Даже при условии кухле-имплантанта, слух, ну, он, конечно, может быть, и вернется, но не в той мере, в которой ожидают родители. Там такая серьезная реабилитация должна быть, чего родители зачастую не делают. И они считают, что ребенок должен говорить, и они запрещают ребенку учить жестовый язык и так далее, и так далее. То есть свой родной жестовый язык... Но это же неправильное воспитание же. Это уже какая-то травма. Это работа с родителем должна быть. Но родители, вот они, каждый родитель хочет, чтобы ребенок... Полноценным? ...был полноценным, чтобы он говорил. Другая крайность, это родители, у которых есть инвалидность по слуху, они зачастую, знаете, уровень образования, к сожалению, очень низкий, и они тоже многие вещи недопонимают, не пишут, не борются, не говорят, что давайте мы в школах вернем все-таки жестовый... Вернее, не вернем, а чтобы в школах было обучение на жестовом языке, на их родном. Потому что как раз-таки уровень образования бы глухих рос. Есть ли в нашем обществе готовность вообще к тому, что... А вдруг у меня в семье это произойдет? Вдруг родится такой ребенок? Или что-то случится с близким человеком? У меня складывается ощущение, кто согласится, не знаю, мы совершенно беспомощны в этом вопросе. Вот в вопросах конкретно инвалидности, приобретенные или врожденные, мы абсолютно беспомощны. Но это мое мнение, конечно. Вот как вы думаете, Айжан? Конечно же, в головах, прежде всего, наверное, у тех людей, кто отвечает за все это. И не дай бог пожелать им того, чтобы они прошли через это, или у них что-то случилось. Но каждый человек, нет людей, которые не попадают в аварию. Я на своем собственном примере могу утверждать, что я оказалась в роли, я оказалась обезноженной в аварию в 2000-2000 году. Я попала в аварию, и я поняла, что такое большое счастье стоять на своих ногах, когда прикован к костылям. И я, вы знаете, тоже не смирилась. Я полгода лежала в аппарате Лизарова, полгода училась заново ходить. И, наверное, вот это во мне было, наверное, передо мной был ваш пример, или как. И я даже, я страдала, я говорила, почему я переломала ноги, а не руку? Ну, стояла бы с одной рукой, я держала бы микрофон, но стояла бы на ногах. Была такая ситуация, когда была презентация магазина итальянской обуви, да, и меня пригласили. Они не знали. Меня привез муж. Я дошла на костылях туда, и договорилась с ребятами, что будет там кресло на колесиках. У меня платье закрыло все это, бандуру, аппарат Лизарова. И я вышла, и просто люди сказали, Нурмагомбетова опять что-то придумала. Я сидела на этом кресле, пела, кружилась, все это делала вот одной. Но никто не догадался даже, что у вас там. И даже когда меня пригласили в какой-то город, я хотела залезть со своей бандуру, с этим аппаратом на поезд, и хотела даже спеть в таком платье. Наверное, это то, что не смиряться с тем положением дела, которое есть. Но я могу сказать, что пример таких людей, как Лизат, наверное, он дает какой-то импульс не жить с тем, что у тебя есть. Конечно, неправильно, что говорят, что ты будешь, что это пройдет. Жить с тем, как есть, но полноценной жизнью и дышать полной грудью. И вы только пример. И я Лизат Калтая узнаю много лет. Я знаю, что даже после перестройки, когда все это закончилось, я была на нескольких мероприятиях, которые проводила Лизат. Это она собирала людей, приезжали люди из Киргизии, помните, из Туркмении, Таджикистана, Узбекистана. Они до сих пор помнят ваш концерт. Да, серьезно. Конечно, все это было очень ярко. В последнее время что-то вы меня перестали приглашать. А так праздники, Новый год, Наурос. И вы мне уже стали подругами. Если бы вы видели, как они пляшут, как они танцуют. Потому что они живут полной жизнью. И мне кажется, что все те условия, которых сейчас не достает, это должны делать. Это вот сейчас. Почему она депутат Маслихата? Потому что это нужно выбивать. А мне хотелось бы, чтобы это выбивание происходило в головах тех людей, кто за это отвечает. И дай нам Бог, чтобы это было так. Спасибо вам, Николай. Мне кажется, вот немножечко проблема, как видится многим экспертам, все-таки в унынии. Вот как бы это ни звучало, да, в какой-то мере библейский, да, один из грехов, но это уныние. Вот вы как работаете с этими людьми, которые, возможно, к вам, может, обращаются и говорят, ну, я же ни на что негодяю, ну, я же такой родился, или со мной это приключилось. Куда мне? Мое дело вот дома сидеть, да, в четырех стенах. А у нас так и получается. Да, к нам приходит очень много людей, которые зациклены на своих невзгодах, как они называют. Люди иногда имеют примерно такие же ограничения, но им кажется, что это конец света, и в их жизни никогда ничего хорошего не произойдет. Я думаю, что самое лучшее лекарство – это пример, позитивный пример, показать, что вот примерно точно такой же человек с такими же ограничениями добился, допустим, там, успеха в бизнесе. А эта женщина замечательная, мама, там, жена и так далее, домохозяйка. Я думаю, что самое главное – это хороший пример. Я сама для себя открыла совсем другой мир инвалидности. Я вообще хочу сказать, что инвалидность – это замечательный опыт. Правда? Это совершенно замечательный опыт. Я не говорю, что это прекрасно, я не говорю, что это хорошо. Но уникальность этого опыта в том, что ты встречаешь удивительные судьбы, замечательные примеры какого-то успеха выдающегося. Когда ты встречаешься с человеком, который умеет очень тонко шутить в этой части. И поэтому, когда я встречаю таких людей, например, за рубежом, то на их лицах обычно нет той привычной для нас такого налета светлой грусти. Идут люди, которые просто чем-то заняты. Вот над их головой нет какой-то такой тучки. Они просто идут и наслаждаются жизнью. Вот примерно такое мы стараемся показывать тем людям, которые к нам приходят за советом. И вы знаете, вот... Мне кажется, это самое сложное. Это сложно. Но когда человек сопротивляется, когда он все-таки пытается как бы вот свою любимую... Мы называем это своя любимая болячка. Болячка, о которой думаешь, о которой говоришь, о которой как бы... Которую культивируешь в своей душе. Вот мы стараемся вот от этой болячки человека избавить работой. Очень часто я говорю пример, когда в Японии я пыталась спросить, а вот человек с такой инвалидностью, как я, с такой тяжелой инвалидностью, как у меня, какую бы пенсию получал бы у вас, в каком размере, сколько иены, пытался это посчитать. На что японцы на меня посмотрели внимательно, спросили, что я могу делать. Увидели, как я быстро езжу на коляске, сказали, на тебе пахать надо. Ты вполне полноценный человек, да? Совершенно, да. И пенсию тебе не надо давать, потому что ты сможешь зарабатывать столько, что у тебя заберут пенсию. Вот примерно так же мы берем такую... Вот это интересно, кстати, момент. Может быть, такое отношение и нужно? Абсолютно. Вот как вы думаете, если бы мы представим, что мы живем в обществе, где нет вот этого сочувствия, скажем так, да, или какого-то пренебрежения местами, если бы мы относились абсолютно на равных? Я работаю уже на протяжении более 14 лет именно с людьми с инвалидностью, то есть вижу каждый день, да, контингент. И вот, конечно, Лизат говорит, что на самом деле это большой опыт жизненный в том плане, что даже сталкиваясь с психологическими проблемами, в первую очередь, да, с такими людьми. А вот если представим, что мы не жалеем таких людей, мы не жалеем, это естественно, это само собой подразумевается. И на самом деле мне в этом ракурсе хочется сказать, что общество должно повернуться совсем по-другому. То есть не должно развивать у людей хоть с инвалидностью, хоть без инвалидности, иждивенчество. Вот. Вот это чувство, да. Вот это чувство, да. Иждивенчество. То есть мы приходим к тому, что если человек имеет инвалидность, он автоматически считает, что ему все должны платить, пособие ему должны выдавать, работу ему должны искать, правильно? То есть вот это есть. И работать за него. И работать за него. В Японию тогда надо ехать. Нет, я считаю, что сейчас, когда говорится о том, что не об иждивенчестве, мне хочется сказать о том, что, наверное, чиновники должны повернуться лицом к инвалидам. Это квартиры на нижних этажах, это пандусы, это лифты, рассчитанные на коляску. Вот сделать тот необходимый минимум условий в городском транспорте. Мы же видим, как за границей, как они ездят на метро, спокойно все. У них все это есть. Вот когда у нас это все будет, и тогда уже можно спрашивать с них, вот тебе все сделали, а ты ничем не занимаешься. Он даже и спрашивает, если человеку трудно с пятого этажа спуститься, если нет лифта, мы об этом говорим. Ни один человек не хочет быть иждивенцем. Ну, Лизат, мне кажется, у вас тоже в 90-е годы, скорее всего, и лифта не было, и пандуса не было. Вы же выживали, вы выбирались на этот свет. Так вот, так Лизат с тех пор, и она просто, наверное, сказала сама себе, кто, если не я, да? Кто, если не я, буду бороться за эти права, за вот эти условия, чем она и занимается сейчас, и поэтому она и в Москве. Я думаю, большинство наших людей, которые не принимают или не понимают вообще вот те проблемы, о которых мы сегодня говорим, это и есть люди с ограниченными возможностями, с ограниченным мышлением прежде всего. И чиновники, они не берутся сразу же, они не рождаются чиновниками, они выходят из среды, из семей выходят. Если в семье никогда не было вот этого вот внутренней какой-то поддержки, воспитания такого человека, способного принять любого, кто приходит к нему, это не появляется просто случайно. И просто жалко, что мы приходим к пониманию каких-то таких важных вопросов после того, как сами прошли. Я тоже, да, в этом... Пока ты сам, да. То есть вот сейчас, наверное, самый важный вопрос должен звучать в обществе о том, чтобы включаться в эту жизнь, включать всех людей, которые имеют какие-то ограничения в общий спектр вот этих вот знаний, профессий, вот этой отдачи, лидерства, не знаю. Дело в том, что у нас очень, вот на мой взгляд, все-таки жесткое еще общество, еще относятся так очень агрессивно к тому, что, предположим, там где-то мешает ему там активно свой образ жизни вести. Вот недавно был такой случай, когда в Астане родители просто выжили из класса мальчика с аутизмом. Вот читать это страшно. Вот представьте себе, это молодые мамы с папами, да, приводят своих детей и выживают из класса ребенка... Потому что им кажется, что он не такой. Да, потому что им кажется, что он какой-то не такой. Вот просто настолько вот это закостенело такое вот сознание. Вот как людям показать с правильной точки зрения, Не надо показывать ничего, просто надо людей этих включать. Вот школы должны быть для всех. Что-то, какие-то услуги должны быть для всех. Почему, например, если ты, значит, как-то так нормально двигаешься, может быть, тебе удобно и по панусу тоже по тому же пройти, и на лифте проехать. То есть все должно быть приспособлено для всех, не должны быть какие-то исключения. И тогда это будет, мне кажется, привычное. Все в голове. То есть если у человека есть какие-то определенные границы, что человек не такой, значит, он к нашей расе якобы не подходит. На самом деле, границы надо просто нам, людям, размыть. Я вот вам, правда, хочу руку пожать. Спасибо вам. Знаете, человек с инвалидностью, это такой же человек, который, скажем, не получил какого-то определенного образования, но он что-то умеет. Пусть делает что-то другое, да? То есть надо размыть все эти границы. Ну, Рустам у нас радиоведущий, тележурналист бывший, и здесь, хотя, наверное, не бывает бывших, я так думаю. Бывших не бывает. Вот, но вопрос здесь в том, что, вот, допустим, ты находишься у себя в студии, да, на работе. Может ведь с тобой работать человек, который имеет инвалидность хотя бы, ну, скажем... Абсолютно. Может. А он может туда подняться или нет? Вот в чем вопрос. На пятый, десятый этаж. Это да, это другой вопрос. Ну, и в славу и везде. Ну, сейчас, мне кажется, сейчас удаленный доступ можно столько... Нет, ну, даже вот если просто в обыденной жизни, да, даже если не ходить далеко. Раньше вы вспомните, в постсоветское время, да, в советское время, мы вообще практически не видели таких людей, да, на сегодняшний день уже сколько, мы уже об этом говорим, и делается немало. И видим мы таких людей, и общаемся, и дружим, и живем. Другое дело, вот правильно, вот вы рассказали опыт, что в школы не хотят не сами дети, родители детей с инвалидностью отправлять, а именно не хотят дети здоровых детей физически, да, или умственно принимать этих детей в общество. Вот об этом повороте общественного мнения, да, и взгляда. То есть мы порождаем, порождаем следующие последние поколения. Изолируют сразу автоматически. То есть об этом надо говорить именно с обществом. Сразу вырастают тогда такими людьми, которые вот так вот не воспринимать. А представьте, вот они все учатся в одной школе. Это очень хорошо. А если там начнутся страшные вещи, если там начнутся драки, ну мы знаем, детская жестокость есть место, да, ей, а если они начнут обижать, эти дети сами захотят уйти оттуда, да, которые имеют какие-то либо инвалидность, либо какие-то, я не знаю, увечья. Мы не спровоцируем ситуацию, так что станете еще больше? Нет. Мне кажется, они должны это все пройти. Конечно. Даже вот эта, наверное, школьная какая-то жесткость, может, им на пользу пойдет, потому что они будут внутренне, духовно, психологически, может быть, каким-то образом, там, знаете, на тар. Уже сразу бойцовский характер закалит. Они должны уметь сопротивляться, они просто падают. Я не знаю, а я против этого. Я считаю, что все должно начинаться в семье. Это то же самое, что пнул собаку, дернул кошку там или повесил ее. Это все начинается оттуда. Оттуда идут корни расизма, оттуда идут корни невосприятия человека немножко другого. А вот если человек не знает, как реагировать? В воспитании. Вот мне кажется, с этим нужно бороться. Не видел. То есть он ни негативно, да, не относится, ни положительно не относится. Он никак, и он не знает, как реагировать, если к нему в класс пришел мальчик, у которого синдром, скажем, там, да, или у него аутизм. Он не знает, как реагировать. Он приходит домой, скажем, распространенные, да, истории. Он приходит и спрашивает, мама, папа, а что это такое? И тут уже, тут в этот момент, да, уже зависит от того, конечно, как отреагирует родитель, как, что он ему скажет. А здесь уже уровень, мне кажется, ну, скажем, воспитания играет, какая-то образованность. Конечно, конечно. И здесь большая опасность, что ребенок придет в школу и начинает оскорблять. Все гораздо проще. Конечно. Думайте. Конечно. Да, вы знаете, вот я хочу сказать, что я давно перестала обижаться на тех людей, которые меня рассматривают, там, шепчутся. Я понимаю, что людям это эмоции, это чувства. Лязат, поверьте, у всех есть такие люди, которые шепчутся. Это всегда такие. Я считаю, что это норма. И можно надеть даже брюки не того цвета уже, чтобы нас работают. Конечно. Поэтому я к этому всегда отношусь нормально и позволяю людям рассмотреть себя. Но что интересно, поменять стереотипы в голове взрослого человека гораздо сложнее, потому что, может быть, он меня и рассмотрит, но уйдет с теми же мыслями. Бедняжка, как же она живет? Ой, наверное, я бы не жил в таком случае, да? Ну, такое часто происходит, я слышу такое. Какова реакция ребенка? Ребенок, он непосредственен. Он подходит и спрашивает, мама, что это тетя? Она на коляске. Правильно, если мама расскажет ему все про меня. Но когда я чувствую, что мама в замешательстве, она боится... Неправильно выразиться. Да, обидеть меня каким-то образом. Хотя меня обидеть очень сложно. Я хорошо понимаю, что происходит. Я даю ребенку рассмотреть себя. Смотри, я на коляске. Почему на коляске? Потому что я, когда была маленькая, я сломала себе ножки. А все, ребенок понял причину, почему я на коляске. А эта коляска как крутится? Я кручу колеса. Как ты крутишь колеса? Вот так. А как ты встаешь? Вот у меня тормоз. Вы знаете, вот я заметила, после тормоза других вопросов нет. Это прям универсально. Я заметила это везде. После этого ребенок полностью теряет ко мне интерес. Он просто понял. Вот обычный... Своей любопытный уговорил, да. Она ездит вот так вот. А на коляске она потому что, потому что. Что я вижу обычно в инклюзивных детских садах за рубежом? Там, в детских садах, не в школах, в одной группе хотя бы один-два ребенка с инвалидностью бегают. И вы знаете, я заметила, что да, этот ребенок спотыкается или плохо говорит, но они играются так весело и совершенно нивелируются какие-то ограниченные возможности. В школе эти дети совершенно не заметят того, что... Вернее, они просто будут нормально воспринимать то, что у них есть одноклассник с какими-то особенностями. Если они вырастут в таком обществе, тогда да. Я буду дать детей. Прошу прощения, я могу вас перебить, потому что сейчас интересную историю вспомнил. Если вы все сидите в Фейсбуке, да, тогда молодой отец, у которого родился ребенок с синдромом Дауна, он как раз пришел в магазин, и вместе с ним пришла, ну, то есть полноценная семья, тоже мать, отец и двое детей. И, соответственно, дети вдруг поинтересовались и спросили у отца, кто такие дети с синдромом Дауна. И отец, вот вроде бы полноценный такой, зрелый мужчина, он говорит, что это болезнь. Соответственно, человек, который... А у детей уже откладывается, что это опасно. У которого ребенок есть уже с синдромом Дауна, он просто сдержался и ничего не сказал ему. Затем в машине он записал все на видеокамеру, он плакал там и сказал, что это просто солнечный ребенок. Здесь нет никакой болезни, и то, что этот отец дает уже своим детям такую установку, что это болезнь, он автоматически их дистанцирует от тех же детей. Потому что этот отец не рос, да, в том детском саду, где бы с ним рядом был бы такой человек. Вот, кстати, к словам Лизаты я хотела добавить, а почему не сделать? Да, мы сейчас говорим об инклюзивном образовании, да, и как бы речь уже давно об этом идет. Но давайте тогда сделаем в школах какие-то уроки, такие, которые бы знакомили как раз. Потому что дети, может быть, знаете, почему так реагируют? Может быть, когда мы что-то не знаем, нас это пугает. А давайте познакомим, а давайте расскажем, а как они живут, а почему так? А почему так? Причину рассказать? А, вот так. И дети понимают. А родителям тоже рассказать? А вот будет ли у детей интерес? Конечно, я думаю, что у детей будет. А вот, конечно, другой вопрос родителей, потому что, как вы сказали, болезнь, все, у родителей сразу все, дистанция не надо. Как это, вдруг мой ребенок тоже заразится или что-то там, не знаю, понапридумывать. Вот тоже проблема. Ну, вообще, вот здесь я хотела бы сказать, даже в любом коллективе, в любом классе, в любой группе, да, в любом там группе уже в институте, все люди разные. И вот вы говорите, а он придет, а он скажет дома, а как мне с ним поступить? Так нет ни одного ученика в одном классе из 30, да? Чтобы они были как два пальца одинаковые или там еще кто-то, да? Там еще и разделение. То есть обязательно, обязательно будет разный характер, обязательно будет подход к одной и той же ситуации по-разному. И это точно так же будет воспитываться. То есть это надо культивировать. У нас во дворе есть тоже ребенок, у него болезнь ТЦП. Мама, например. Я вообще хотела сказать о матерях, о родителях. Надо сначала тоже вот самих родителей, с ними работу вести. Вот у нас во дворе вот мама, она, у нее гиперопека. Вот я говорю, ну почему ты своего ребенка? У нас, я говорю, есть центры. Ну приведи своего ребенка. Бои. Пусть он научит. Она говорит, нет, я не доверяю другим. Я говорю, ну почему такое отношение, например, к другим людям? Там ничего с ним не сделают. Там профессионалы, люди, которые занимаются реабилитацией. Но вот она говорит, нет, я не хочу. И тогда вот мы тоже в управлении поднимали такой вопрос об организации вообще семинаров, курсов, да? Всяких круглых столов. Именно для взрослых, да? Да, не только для специалистов, которые занимаются с этими детьми. Я говорю, давайте предложим организовать семинар для мам, для пап, для родителей, чтобы они не оставались одни с этой проблемой со своим ребенком. Чтобы они могли уверенно идти доверять другим людям, специалистам, которые будут работать с ее ребенком даже в нашем видении. У нас есть и дома-интернаты для детей с психоневрологическим заболеванием. У нас есть и центр дневного пребывания. Мы сейчас вообще занимаемся вопросом развития реабилитации. Не просто такой реабилитации, куда бы ребенок пришел, как в садик и ушел, а именно, чтобы были какие-то результаты. Я сама эти центры курирую. Там очень хорошие специалисты, которые работают, профессионалы. Знаете, почему родители не придут в такие центры? Все очень просто, банально. Это деньги. Никто вам в открытую не скажет, что я не пойду туда, потому что мне там что-то мешает. У нас все, оказывается, бесплатно. Это именно госсуд заказ. У нас есть даже неправительственные организации, которые занимаются именно... Согласитесь, хороший специалист будет брать деньги. Нет. Хороший специалист. Нет, я же говорю, у нас есть государственные учреждения. А для занятий, время это деньги. Мы даже даем возможность неправительственному сектору этим заниматься, но именно за счет бюджетных средств. Поэтому там все бесплатно. Просто надо, наверное, формы менять, потому что уже курсы какие-то, лекции, это уже, ну, я не знаю, позавчерашний день. Вы же видели, сколько за рубежом актеры. Да, они все наравне, абсолютно. Они работают в общепитии. Они работают в общепитии. Зашли в точку общепита, знаете, только обычное кафе. И где, скажем, на стойке регистрации человек, это не официант, это человек, который принимает заказы и ставит вас в очередь. И это был человек с синдромом Дауна. И реакция, конечно, моя, казалось бы, да, в принципе, да, мы такие умные, толерантные, здесь на телевидении работаем. А все равно вот эта реакция, она никуда не девается. Сначала тебе не по себе, потому что ты впервые в жизни видишь, чтобы человек с синдромом Дауна работал как полноценный, и никто этого не замечает будто. Конечно, первые доли секунд все равно мозг, он реагирует. Да, это надо признать. Вот честное слово, я себя на этой мысли поймала. Спасибо за честность, это правда. И очень тяжело было сначала обратиться даже. И ты понимаешь, что ты скована, но спустя какие-то минуты ты понимаешь, что все в порядке. Привыкаешь. Привыкаешь, да. Ситуация безопасная. Все подходят, разговаривают, он шутит. Все, ты находишься в комфортной для себя зоне, и тогда уже все в порядке. Но шок, мне кажется, никуда не девается в первые секунды, по крайней мере. Вот никуда. Поэтому человек должен с детства все время видеть, как равных себе людей. Точно так же, как вот о чем мы говорим, что все это должно быть включено в общее общество. Причем должен развиваться и человек без ограничений, видя это все, и чтобы потом по жизни не испытывать шок. Мы изучаем биологию, анатомию, почему бы не рассказывать и о таких случаях, да? Тогда в качестве образования. По новостям, по каналу Алмата, показывали сюжет, где открывают кафе, где будут работать люди с проблемами психического здоровья, с ментальными нарушениями. Представляете, как здорово? И если люди так стараются, они так переживают, они такие ответственные. Конечно, если мы придем, мы раз увидели, конечно, может быть, шок, но если бы мы видели таких людей постоянно в каких-то рабочих местах, то бы мы принимали их уже нормально. Мне кажется, вот еще яркий пример такой был российский конкурс «Голос», когда мальчик выиграл, получил премию. Какой прекрасный голос, да? Он же просто продемонстрировал, какие способности, которые можно есть. Неограниченные буквально. И вот мне кажется, вот наша болезнь в том, что мы все равно отделяем. Вот это конкурс для людей с ограниченными возможностями, а этот конкурс для таких людей. Да, границы опять мы строим. Да, границы опять строим сами. Пускай поют, танцуют все вместе. Вот это, наверное, есть вот это вот соединение. Но вот трудоустройство я хочу у вас все-таки спросить. Люди приходят? Они готовы? Вот сколько, скажем, там, не знаю, в год, в месяц? Нет, знаете, люди приходят, но их очень мало. Даже если по статистике, мы сейчас смотрели, да, если с 2013 года 40 тысяч было трудоустроено, из них там всего лишь было, по-моему, 4 тысячи, что ли, это... Закрепились которые, да? Нет, это те люди с ограниченными возможностями. Мало приходят. В этом году, например, всего лишь там около 500 человек пришло, обратилось, именно по вопросам трудоустройства. А вот почему? Обратилось, а сколько было все-таки обеспечено работой? Они все, у нас все, они обеспечиваются работой. Если не постоянная работа, они у нас обеспечиваются временной работой. То есть работа есть? Работа, получается, есть, а люди не идут. Раньше мы проводили специализированные ярмарки-вакансии для инвалидов, но сейчас мы практикуем, чтобы ярмарки-вакансии проходили общие. Но статистика говорит о том, что очень мало посещаемости, потому что у нас центр занятости, например, они каждую ярмарку-вакансию стараются больше охватить приглашенные, чтобы были именно люди с ограниченными возможностями, но, однако, посещают их очень малое количество самих людей с ограниченными возможностями. Для зад, как думаете, почему? Ну, причин много. Вообще, статистика наша показывает, что 20% людей с инвалидностью вообще никогда даже не пытались найти работу. Это жалость к себе. Да, чаще всего они считают, что они не смогут работать, потому что они болеют. То есть у кого-то действительно есть какие-то серьезные заболевания и ограничения, хотя, опять, мировая практика показывает, что и это не причина. Но часто люди считают, что они не смогут работать, потому что вот у них такой статус. Другая причина, потому что есть привычка к иждивенчеству, и это культивируется семьей. Зачем тебе работать? Мы у тебя есть. Нужно заниматься твоим здоровьем, нужно тебя поднимать, нужно избавляться от этой инвалидности. Кстати, одна из причин того, что мама не хочет водить ребенка в центр, это то, что, скорее всего, я так думаю, она не хочет, чтобы он оказался в числе, в обществе людей с инвалидностью, потому что автоматически тогда в ее глазах он станет ребенком с инвалидностью. А это как раз результат вот этих стереотипов, что быть человеком с инвалидностью, это очень плохо, это очень жалко. И эта мама просто не хочет для себя и для своего ребенка такой травмы. Хотя на самом деле инвалидность, тем не менее, есть, и она никуда не денется. Относительно трудоустройства я хочу сказать, что еще большая группа людей с инвалидностью не идут на ярмарки, потому что они не верят. Они считают, что все равно, их никто на работу не возьмет. Мне хотелось бы задать вопрос. Скажите, пожалуйста, вот та ярмарка вакансий, которая предлагается людям с ограниченными возможностями, какие специальности, профессии она включает в себя? Специальностей очень много, и они очень разные. Это, наверное, сидячая работа, это швей? Швей, да, продавцы, кондитеры. Это все на дому, да? Нет, ярмарки вакансий, там организации представляют свои вакансии, но они не специализированы именно для людей с ограниченными возможностями. Любой человек, хоть он нормальный, хоть и с ограниченными, он может, если условия труда позволяют ему работать на этой должности, пожалуйста. То есть они не отделяют все равно? Нет, они не отделяют, конечно. Вот если они ограниченные возможности, это только или швея, или кулинар, из них могут выйти великолепные журналисты, и юристы. И еще, когда предоставляются такие вот, как на Западе, все-таки это есть, что какой-то процент должен быть, правильно? Государство должно делать налоговые льготы. Вот когда все это будет, тогда каждый будет рад взять. Конечно же, он должен взять профессионала. Именно по той отрасли, как его работает, в которой он работает. А сейчас вопрос, Лизата, вот вы сейчас депутат Маслихата. Скажите, пожалуйста, на сегодняшний день, какие самые-самые вопросы, кроме пандусов, кроме общественного транспорта, какие еще? Вот вопрос пособий, пенсии, льгот. Это что-то делается? Несмотря на то, потому что есть тяжело больные, которые не имеют возможности работать. Это зависит от группы инвалидностей. И какая сумма на сегодняшний день, учитывая кризис сегодняшнего времени? Ну, я думаю, что это даже больше вопрос к представителям управления. А вы как депутат? Я могу сказать, как депутат, я могу сказать, что в городе в первую очередь сейчас решаются вопросы доступа. То есть мы считаем, что нужно создавать равные условия для того, чтобы человек имел как раз доступ ко всем сферам жизни. И идет прям планомерная работа, когда обследуются все здания, автобусы, дороги, остановки и так далее. Второй серьезный вопрос, который на уровне города решается, это трудоустройство. То есть сейчас здесь нужно сделать такой прорыв, потому что те ярмарки, вакансии, которые просто отрабатывались, но которые недействованы, нужно придумывать новые методы, нужно изучать зарубежный опыт. И в принципе наша организация сейчас как раз запускает такой интересный проект. Но об этом, может быть, мы как-нибудь отдельно поговорим. Давайте прервемся на короткую рекламу. После мы вернемся в нашу студию и узнаем, что же думают горожане о том, как может сильная женщина жить с инвалидностью. Ну вот, в студии ток-шоу «Женский мотив», и сегодня у нас в студии Лязат Калтаева «Сильная женщина». И, конечно, прежде чем продолжим мы нашу беседу, хотелось бы показать всем нашим экспертам и зрителям, что на этот счет думают обычные горожане. Давайте посмотрим на экран. Инвалида колясочника, но в качестве того, кого он сам себя хочет видеть. Почему бы и нет? Просто у нас возможностей мало у них, если бы на бизнес давали. В общем, или помогали, я считаю, вполне. Например, смотрю зарубежные, там всякие документальные фильмы. Там для инвалида есть все условия. Они живут полноценной жизнью. У них не считают, что инвалид, что это ущербно. А у нас здесь совсем по-другому. У нас по-другому об этом... У нас инвалиды, это значит, что человек книгеспособный и все тому подобное. Инвалиды по силе воли сильнее, чем простые люди. Такие усилия прикладывают, чтобы жить, двигаться. А у нас иногда лежит на диване с утра до вечера и работать даже не хочет. Лично от себя я хотела бы сказать, что те люди, которые отвечают за то, чего вы добиваетесь, которые, наверное, думают, что у них никогда этого не будет, хотелось бы им тоже пожелать, так же, как и мне. У меня была временная инвалидность, и моя жизнь как-то разделилась на до и после. Чтобы у таких людей, кто за это отвечает и об этом не думает, чтобы у них тоже пусть хоть временная была бы инвалидность. И к вам такое пожелание. Поднимите, пожалуйста, вопрос образования. Пусть оно будет, я не знаю, интерактивное какое-то, потому что... Сегодня это можно сделать. Да, это сегодня можно сделать. Я хочу сказать, что персонально, лично, никогда не желаю никому испытывать опыт инвалидности. Даже временно. Даже временно. Я думаю, что можно найти методы, способы, убеждения такие, чтобы человек понял и просто почувствовал, что сидит коллега, а потом уже замечать, что у этого человека не хватает каких-то условий для того, чтобы он спокойно мог плавать, ходить в бассейн, работать, заниматься спортом или ходить в школу. Относительно образования я хочу сказать, что, Жанна, вы подняли очень серьезную, очень важную тему. Здесь тоже нужны исследования. Нужно дать обществу и работодателям информацию, потому что люди считают, что если человек не слышит, то, может быть, он неадекватный и не хотят его брать на работу. Но это замечательные ремесленники. Это замечательные мастера. Если они что-то делают, то они делают это просто с блеском. Более того, они могут работать в шумных условиях, там, где другие люди не могут этого делать. Люди с нарушением зрения, у них исключительная память. Они отличные... И обостренный слух. Обостренный слух. Они хорошие музыканты, очень часто творческие люди, очень хорошие аналитики. Люди с нарушением, с задержкой в развитии. Кажется, что они долго, а может быть, не так думают на самом деле, они думают глубоко. Им нужно просто больше времени. Люди, у которых есть эмоциональные расстройства, люди, которые могут отдать вам душу. Люди, которые сидят, допустим, усидчивые на колясках, это очень усидчивые люди, которые могут сидеть ночью кропотливо и на автокаде, допустим, распланировать там шикарный проект дома и так далее. То есть многие профессии просто идеальные. Нужно постараться увидеть не те невозможности или неспособности человека, а те плюсы, которые очень часто, как ни странно, инвалидность дают. Браво. Прекрасное подведение черты под нашей беседой. Спасибо вам за то, что вы эти слова произнесли. Но не забудьте об образовании. Про образование, я помню. Про профессиональное образование. А мне хочется выразить большое спасибо всем женщинам, которые здесь сидят. Нам нужен мужской взгляд. Да, я в меньшинстве, и мне хочется выразить, ну правда, вы здесь все сильные женщины. Спасибо вам большое. Надеюсь, мы сильны тем, что мы можем вместе, во-первых, находиться в одной студии, и здесь заслуга ваша, если честно, Лязат. Потому что когда мы думали, кого приглашать на такую тему, просто без сомнений и вопросов, это были вы. Браво. На этом наша программа подошла к концу. Дорогие дамы, если у вас затруднительное положение или вам есть чем поделиться, обращайтесь в нашу редакцию по телефону, который видите на экране. Ну а мы с вами увидимся в следующее воскресенье в эфире телеканала «Алматы». И помните, главное, что движет женщиной, это любовь. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...